с 8.38 доброе утро так вот выглядит Владимир Восток с раннего утра вторник уже солнышко ярко светит электричка умчалась вдаль так вот здесь выглядит перрон можете посмотреть сейчас поезд прибудет с океанской на одном приехали, на другой сейчас прибудет сейчас мы подождем сегодня чудесные утро тоже где-то плюс 15 градусов тепла небольшой ветерок здорово и классно наконец-то погода установилась здесь все выглядит здесь вот эта дверь это вход в лифт здесь можно уехать если кто-то к нам по путешествия кто-то приедет то вот терминал вторая речка пожалуйста и вот это лифт сейчас я его открою вот так он выглядит все на второй этаж все каждый уголочек каждый закуточек так вот смотрите как классно идет надежда вот сейчас пошла в лифт покажу вам приехал здесь еще вторая речка это прямо автовокзал здесь вот вокзал железнодорожный вот все у нас здесь выглядит небольшой ветерок и хорошо сам немножко город поснимаю и пойду к морю тянет меня к морю в такую погоду там за классно и здорово шикарно смотрите ярко светит солнышко так вот здесь вот транспортная развязка скоро будет это все снесут здесь построить кто еще не знает это я ваша звезда здесь вот такой обзор отсюда кто еще не видел посмотрите так все здесь у нас какой кредит тут вот спутали рабочие сегодня здесь пути видимо чистят поезды туда сюда проехали я когда в испании была лежу на этом пляже там самолеты летали представляете как у них туризм развит ну буквально каждые три минуты джи джи там сверху летит думаю нифига себе вот это у них как туризм работает ну видите там погода этому способствует и они этим живут туризмом ну вот этот год пандемии дала себе знать ну а сейчас я уже говорила кто смотрит канал что с 12 мая шенгенскую визу ну во всяком случае в испанию дают уже начали выдавать вот ну видимо дадут не всем для начала приоритет будет у тех кто уже раньше делал эту визу шенгенскую был в странах шенгена так что вот так ну кто собирается узнавайте может там что-нибудь поменялось ну хотя бы уже так потому что это очень хорошее событие значительное вот надо испанскую испанию развивать она живет туризмом там везде и всюду эти туристы шалка что тогда я канал не снимала видео канала не канала не было видео не снимала вот кое-какие фотографии остались вот и я иногда их выставляю можете увидеть что бывает что фотографии каком-нибудь из видео выставляю видите у нас уже загорают здесь так и надо и мне будет с утра сюда еще пораньше приезжать можно будет купальники снимать здесь для вас кстати раз уже за эту испанию начала кто видео всегда смотрит вы уже знаете рассказывала как у них там на пляже как эти женщины и девушки девочки все ходят в топлис то есть это они только в плавочках и без верха вот они там без стеснения вообще без комплексов это обыкновенный пляж так кстати коробка от лапши сейчас туда уберет сейчас выкину подальше польза от меня от этих прогулок забросила она уже в море не уйдет если бы поближе мусорками надо лековато уберем вот такие вот здесь иногда бывают эти мусор валяется коробки и пакеты я уже убирала сюда вот я говорю что там полностью они без комплексов не смотрят что ты там одел на себя надел как удобно так и ходят на пляже тоже самое семьи маленькими детьми они ходят там в одних лавочках вот идет как я сейчас с вами снимаю видео так же бы испанка снимала только в одних трусах так вот такие драмы вот они там открытые дружелюбные громкие громкогласы даже когда они громко разговаривают такое впечатление что сейчас будет драка это просто у них общение пирамидные каждому свое каждого свой менталитет так мы с вами пришли к морю так что мы видим видим мутную воду мы с вами видим очень мутную опять поезд как испанский самолет так у нас сюда поезда здесь зачастили к чему бы это туда-сюда отсюда из владивостока если ехать в поезде то это займет 7 суток а в самолете восемь часов и все и вы уже там в центре нашей необъятной страны вот и уже там можете дальше передвигаться уже рассвету про испанию сегодня вам заговорила то тоже летала я была пересадка в москве это отсюда считайте восемь часов потом еще я пересела в самолет там еще смена времени часовые пояса разные в общем все перемешалось очень тяжело восстанавливается потому что когда у нас здесь ночь у них там наоборот день я как зомби ходила когда все спят мне хочется бодрствовать и все и наоборот в общем очень очень сложно восстанавливаться ну кто путешествует или уезжаете куда-то знаете что-то бывает такой свежий ветерок но солнышко припекает так что здорово хочу с вами поделиться солнышком сегодня показать что у нас тоже погода хорошая пишите что там уже май конец мая водите куртках капюшонах себя немножечко сниму что это действительно хожу здесь у моря они на какую-то заставку здесь сделала и дома сижу нет вот смотрите как сегодня выгляжу что трамвая так кстати сейчас я сняла куртку хочу немного чтобы руки загорели мы вообще планирую здесь ходить купальники с утра пришла пока снимаю побродила походила немного загорел и вам сниму видео надо сразу ловить несколько зайчиков или белочек благодарю вас мои дорогие что не разбежались что остались со мной на канале смотрю подписчиков немножечко прибавляется ну кто-то убежал ладно я и говорю что хочу чтобы здесь только позитивные оставались люди которые радуются жизни радуется вот этому солнцу этому берегу этому морю ну считайте что я дома снимаю если вам не нравится постоянный пейзаж посмотрите других блогеров из дому столько видео погоду снимают не вылазят что-то там рассказывают семью показывают вот считайте что это не море а дома я сижу как говорится какая разница вы же на меня пришли так все я шучу шучу одуванчики наши ну чтобы у вас глаз порадовался у кого может там знаете плохое настроение что-то там не складывается вот смотрите если у вас будет все все хорошо так все сейчас мы с вами здесь еще немножечко прогуляемся там ветер вот мне нравится у моря ходить вам там наверно плохо слышно так что немножко вот здесь еще покажу что здесь тут ржд строй паспорта нам надо все знать читаете умеете вот оно что даже можно еще заходить тут открыто что это туда наверно женщина какая-то вышла посмотрим пойдем тоже надо знать что здесь уже все облюбовали не смотрели с той стороны айда смотреть так ну вот это вот идет видите железная дорога ту-ту-ту-ту-ту-ту так строительной работы проход запрещен куда запрещен сюда склад запрещен я не пойму где-то строительной работы куда он запрещен куда ход запрещен пойдемте посмотрим по русски так нормальные герои всегда идут в обход так это наверное уже старые да какие-то вывески наверно сейчас этого уже накричали побежали обратно все мы посмотрели да там какие-то идут строительные работы так вот здесь все выглядит все мы узнали с вами я и говорю что исследуем каждый уголочек все мы с вами посмотрим вот если бы я еще у вас не работала только каналом занималась вы даже не представляете все уже исходили пока исходим из того что есть но попозже подальше буду больше и больше еще снимать пишите пожалуйста в комментариях как у вас там погода что там у вас новенького что у нас здесь на дальнем востоке ну во всяком случае о погоде какой климат какая погода ну вот по каналу буквально отслеживайте каждый день видите снимаю кстати вот скоро лучше под деревья не ходить потому что с теплом у нас здесь клещи такие энцефалитные клещи они очень опасные могут повредить здоровью присосаться этот клещ если что его сдают присосался везут на анализ смотрят энцефалит или нет все что надо проходить эти процедуры в общем ничего хорошего поэтому под деревьями вот скоро лучше не ходить или прививку сделать от клеща у меня тоже такое было что к моему ребенку в детстве этот клещ присосался вот так мы его возили на сельскую возили на проверку какой клещ ну слава богу он оказался энцефалитным просто клещ а так ничего хорошего вот не знаю во всех регионах по моему не во всех этот клещ есть вот здесь вот у нас на дальнем востоке клещи есть так что надо нам с вами виде вот под деревьями надо мне на кому-то эту кепочку одеть сегодня я и без капюшончика без ничего кстати кто раньше смотрел еще канал наверно такие остались когда я снимала я же здесь другие видео снимала потом переключилась переклинила меня и переключилась на вот эти снимать уже владивосток раньше другие видео снимала так и вот вам хочу сказать у меня же часто такое бывает что сны вещи снятся очень часто там я уже рассказывал этих видео вот и вот не представляете снится мне адрес 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 прям не поверите номер дома и улица вот приснился прям ночью вот этот адрес и потом ребенок приходит и говорит что-то этот клещ у него значит присосался когда мы его возили и оказалось ну хочешь верь хочешь не верну это ваше личное дело и рассказывает так как есть вот этот клещ присосался к нему там залез на это дерево именно по вот этому адресу который мне приснился можете представить вот так вот если как-нибудь надо целое видео сделать снах о моих внешних снах это мне приснился номер билета представляете нас вот экзамены были вот и перед экзаменом снился номер билета вот я снится кстати такая такая значит цифра она так медленно выплывает это в небо и пишут пишут значит такая цифра на небе вот номер моего билета ну как бы сон хорошо запомнила учета думаю да не может быть вот и прихожу тащу этот билет на экзамене представляете и и тащу вот этот номер у меня просто шок вот и вот с тех пор кстати я я поняла что сны они бывают вещи бывают вещи сны вот и они мне такие снятся вот я сейчас придаю большое значение им кстати меня может быть даже такой вот сон раз уже начала говорить знаете что я не замолкаю меня такой вот мне такой сон и спас жизнь мою получилось так я какой-то давно уже не значит был автомобиль я ездила на большом расстоянии этом автомобиле вот сюда во владивосток и другого места это придавали преодолевала большое расстояние вот ну и добрая душа я часто подбирала людей просто так не за деньги просто так подбирала каждый может попасть разную ситуацию там денег нет все такое вот я просто их подбирала и довозила вот и и так много уже кстати меня потом тоже помню парень довез просто так с очень далекого расстояния это часов пять надо было ехать вот довез и получилось так поезд приедет пошли смотреть на поезд пока вам до рассказываю вот и даю даю с этот парень в огромная ему благодарность туда в небесах вот я многих возила вот и знаю свои вещи сны которые потом снились снились много которые сбывались и снится мне такой сон что еду я значит машине и и и останавливаю женщине и мужчине автомобиль и хочу их довезти вот и ну короче они там на меня нападают вот это видите сон такой как предупреждение вот ну что вы думаете еду я тоже в этом автомобиле ну не поверите прям такие как из сна машут женщина и мужчина я так чуть-чуть приостановилась а потом так сон я запомнила хорошо думаю надо посмотреть почему-то мне приснилось и так он поезд едет так будет слышно когда пройдет там какой-то коротенький и значит они останавливают машину я такая приостановилась чуть-чуть и помню сон а я помню сон вот и хочется довести я понимаю что люди но я так посмотрел на их внешний вид знаете вот одежда ну люди такого бомжеватого склада вот а одежда хорошая как будто узнаете сняли с чужого плеча такое платье на ней как то какое не соответствует ее внешности ну и мужик это тоже стоит вот я на это все посмотрела думаю ну его нафиг и по газам знаю значит свои эти сны я так сказать драпанула вот интуиция для чего нам дается интуиция чтобы мы к ней прислушивались она не обманывает вот и я понимаю благодаря небу там ангелочкам с чему-то там выше этим высшим силам я понимаю что тот день просто спасали мою жизнь потому что я так думаю они расправились бы со мной поэтому от водителей добреньких кто подвозит думайте все таки думайте у вас тоже жизнь своя своя семья потому что люди разные вот я вот как-то после вот этого сна знаете стала уже думать что-то это как-то довозить не довозить ну ситуации разные но мне моя жизнь так что у меня тоже есть семья дети которым я нужна и как-то я после этого на тот момент уже а потом уже туда и туда мне не надо было ездить как ситуация сложилась вот и я говорю что перед тем как что-то делаете подумайте вот через сны мою жизнь так сказать спасли я как-то ходила женщина такой у нас здесь было местное ясновидящая вот я рассказываю такие вот сны у меня как вы это объясните здесь у нас жила сейчас я к сожалению нет вторая ванга он такие вещи сколько я говорила такие вещи сколько я и вопроса не задала что я вот фоман столько можно было спросить на все уже все пришло что сказала вот ну и вот это вот женщина когда я пришла году такие вещи сны у меня бывает объяснить мне было интересно ее точка зрения что это такое вот я сказала говорит это у тебя связь с космосом так что я у вас космическая женщина девушка ладно мои хорошие все поговорили о том осем вот скоро выйдем туда в центр в город на днях с вами посмотрим как там что изменилось поснимаю там к сегодня благодарю что потратили и уделили свое время моему каналу моему видео встречи со мной я вас всех очень ценю люблю и радуюсь каждому дню прожитому вместе с вами уже всего вам самого хорошего ух смотрите еще едет себя чё это они так разъездились вот девять шестнадцать сейчас написано вон у меня табло я на время поглядываю чтобы не увлечься и чтобы вовремя не опоздать эту мою работу глубоко уважаемую вчера вообще там под задержалась допоздна были вообще поздно приехала так отрубилась смотрела кстати одного блогера там вот это вот который я вам рассказывала который в америке вот я посмотрел думаю что у него там он еще не убежал вот и уснула просыпаюсь а там видео уже это смотрю он у меня там на заставке вот все уже закончилось но я настолько устала я просто отрубилась вот такой я подписчик у вас как бывает вы на моих видео засыпаете хорошо всего хорошего всего самого наилучшего всех благ